так парни всем привет появилось желание снять небольшое видео в котором я хотел бы поделиться информацией как я подбираю тонер ну если допустим не принесли какую-нибудь картича я его в глаза не видел погуглил ничего о нем не нашел принципе я никогда не отчаиваюсь в этом случае и подбираю тонер по магнитному валу принципе это сделать несложно я вам сейчас объясню основной призн принцип и думаю что кому-нибудь это обязательно поможет так перед нами разложены ну почти все магнитные валы которые мы используем в повседневном обиходе ну давайте начнем с лес да слева направо пойдем первый 8 миллиметровый магнитный вал внутри у него находится съемный магнитный сердечник такие магнитные валы устанавливаются на 725 картриджи и подобные последнее время появились новые картриджи у которых допустим уже присутствует пластиковая втулка или уже встроенный какой-нибудь там контакт магнитного вала шестерня какая-то там продольная выпуклая причем пусть вас это не смущает если вы взяли в руки и видите что она очень похожа на данный магнитный вал значит тонер в него тоже можно засыпать 1102 то есть в эти в картриджи где используется и такой или подобный ему магнитный вал я засыпаю 1102 тонер работает великолепно даже не заморачиваясь следующие магнитные валы вот такие вот он уже имеет пластиковую втулочку он уже имеет пружинные подвижно подвижной контакт внутри находится магнит такие магнитные валы устанавливается на 12 а 15 а картриджи им подобные вот засыпаю тонер 1320 у и никогда не заморачиваясь следующие 15 миллиметровый магнитный вал они принципе схожи внутри находится тоже под подвижный магнитный сердечник также имеем мы пластиковую втулку подвижный пружинный контакт ну просто он потолще тоже тонер 1320 все работает без проблем следующий магнитный вал мы имеем вот уже они магнитного так как мы здесь не имеем не магнитного напыления не сердечника он просто алюминиевый используется в основном самсунгах 2160 но я их там видел и им подобные значит правильнее уже называть не магнитный вал овал проявки соответственно где вы видите подобный вал проявки засыпаем тонер 2160 и не заморачиваемся так следующий вал проявки тоже вал проявки потому что него отсутствует внутри магнит значит имеем такую вот как резиновую оболочку они бывают разной длины ну не суть то есть все что на него похоже устанавливается в картижах допустим 12 10 17 10 16 10 16 60 и им подобные засыпаем тонер 1610 работает великолепно а кстати появились вот я уже давненько заправляя появились новые принтеры то есть компания samsung и hp объединились и поступили продажи очень дешевые мфу hp 135 100 по моему 135 или просто 135 вот там используется картиж ну просто как копия картижа 104 и вот там используется вот такой же швал проявки то есть независимо от того что это hp я в них засыпаю тонер 1610 печать великолепная так иногда встречаются вот такие вот комбинированные магнитные валы но это уже магнитные валы это из картижа 1717 а вот мы имеем алюминиевую оболочку то есть сам корпус алюминиевый внутри съемный магнитный сердечник а сверху нанесенная резиновая оболочка то есть такой комбинированный магнитный вал вот все что похоже на подобные магнитный вал я засыпаю тонер 227 мой так уберем у них он очень нежный очень такой крупки поэтому берем его сразу вот как бы и все то есть все очень просто давайте подведем итог 1102 1320 1320 2160 1610 227 имея имея вот такое вот разнообразие тонера вы в принципе должны 90 процентов картриджей компании canon фьюлит и samsung покрыть на этом все надеюсь видео было полезно